Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Нынче у нас такой холод, что все темы у нас с холодным оттенком. Вот как укрыть томаты, это несмотря на то, что сейчас июль. Потом, как собрать семена с зеленых томатов? Это, конечно, и смешно, и грустно одновременно. Но сейчас я буду рассказывать вам, можно ли собрать семена для последующего посева на будущий год с зеленых томатов. Я вчера рассказывала, какие можно укладывать, какие теряют вкус, какие не теряют. Эта тема очень похожа. И тут мы также вспомним о том, что у нас есть разные стадии. Со спелых томатов, естественно, получаются самые отборные, самые вызревшие. Это элитные семена. Но в этом году такой год, что не у всех созрели семена. У некоторых есть вообще еще нет спелых томатов. И тогда можно использовать бурые. Про бурые я уже говорила, про них даже слов нет. В фазе меланжевой зрелости можете смело снимать томат, укладывать на дозаривание. Когда он достигнет полностью равномерной окраски, соответствующей характеристики сорта, семена собираем. Дальше. Если даже бурых нет томатов, есть такая ситуация, у некоторых даже бурых нет. Фаза меланжевой зрелости. Тут уже положительный результат под сомнением, но люди все равно собирают. И тут главное знать, что если вы соберете с такого томата, то вы должны понимать, что всхожесть будет уже не стопроцентная. Возможно всего 50%. Но если вы делаете это для себя, для продолжения рода вот этого сорта, это вполне возможно. Потому что смотрите, если я с зеленых вот сейчас буду говорить, что лучше не брать, и там возможно, что не будет ни одного вызревшего, но может быть и будут. Это зависит от сорта. То в фазе молочной зрелости, я сейчас вам объясню, что такое томат в фазе молочной зрелости. Это значит, он весь уже сформировался, он дорос до такого размера, то есть он уже вполне нормальный томат, просто он еще не красный. Раз плод сформировался, все это вот большое, значит там и семена тоже сформировались, они уже нормального размера, они не мелкие, не тощие, не пустые. И вот если в фазе молочной зрелости томат сорвать и нормально, хорошо, чтобы он вызрел, дать ему вызреть, то семена там вполне будут, ну 50% точно будут семена всхожие. Только вы должны помнить, что при посеве нужно использовать, например, если получить хотите 10 сеянцев, нужно разложить вам 15 семян посеять с запасом, подстраховаться. Другое дело, когда зеленый плод. Вот у вас остался, например, единственный экземпляр этого сорта, вам нужно взять семена, а плоды зеленые, но зеленые, как лягушата. И тут, конечно, есть опасность, смотрите, вот они зеленые, вы же не знаете, вырос он до конца, вот до такого размера, как ему надо, или нет. Скорее всего, он не дорос, раз он не в фазе молочной зрелости, а зеленый, он не сформировался. Значит, и семена там еще не сформированные, очень-очень маленькие, очень-очень слабые, очень-очень хилые, которые, скорее всего, на будущий год к ним зайдут. Вот одна зрительница писала, что есть опыт сбора с зеленых, но только там, естественно, половина семян не всхожие. И когда вы, даже у вас, если этот плод созреет, если вы откроете, вы увидите, что там семена недоношенные. Раз плод у вас не дорос до нормального размера, значит, и семена будут мелкие-мелкие, с ними будут проблемы. Их, конечно, лучше стимулировать, и при посеве лучше их использовать в два раза больше, чем вот такие. А еще лучше предварительно проверить всхожесть. То есть замочить между двумя ватными дисками влажными со стимулятором, и через неделю посмотреть, сколько семечек взойдет. Ну, одно или два точно взойдет. Но еще я хочу вам сказать, тут есть один нюанс. Есть разные сорта. Я вот сама, когда в прошлом году укладывала в подвал на хранение, ну, для еды, и когда мы начинаем спелые, я укладывала и бурые, и зеленые всякие. И когда я начинаю для употребления или там для переработки разрезать, то некоторые семена вот у этих зеленых томатов, когда плод открываешь, плод весь поспел. Все, он покраснел. Ну, может быть, он немного ссохся, бывает вот такие, а не засыхает. Но открываешь, а семечки там, ну, в таком состоянии вообще вот такие крошечные, как полуразвитые, полудоразвитые. И вы должны на это обращать внимание. Даже если плод зеленый, вы его, досозрел он у вас, когда вы открываете, если вы видите, что семена в таком виде, ну, их сразу видно, недоношенные полностью, вообще не сформировавшиеся и пустые семена, конечно, эти семена будут невсхожие. Это все нужно на вид проверять. А есть некоторые сорта, которые умудряются из зеленого состояния, при дозаривании, семена у них там тоже, вот созревает томат, у них семена там тоже увеличиваются, дорастаются. Я не знаю, от чего это зависит, но сорта бывают разные. Еще раз говорю, если будете собирать зеленых томатов, при заготовке семян, смотрите, сразу видно, если семечко сформированное, нормального размера, то мы его берем. Если они пустые, полудохлые, как это называется, ну, тощие, сразу выбрасывайте, лучше не теряйте свое время. Заготовка семян, это, конечно, такое, все это индивидуально. Индивидуально. Иногда бывает, какой-то сорт из зеленого томата даст очень хорошую схожесть, а иногда люди собирают и со спелых томатов, откроют, а там семечки какие-то недозрелые. Это и от условий выращивания, вот от этих стрессов. Первые кисти, когда мы в мороз высаживаем, и они, бывает, что семена вообще там не сформировываются. Все, до свидания, будем надеяться на лучшее. Будем думать, что мороза долго не будет, что все томаты у нас поспеют, семена мы соберем, и семена будут все гуттокенные, здоровые, толстые, и всхожесть у них будет хорошая. По крайней мере, я этого вам желаю. Все, до свидания.